Медиахолдинг Тверской проспект продолжает масштабный проект, посвященный рынку недвижимости Твери. Вместе с экспертами нашего телеканала мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы, которые возникают у тверитян при покупке или продаже жилья. Вас ожидают эксклюзивные материалы с анализом конкурентных преимуществ различных участников регионального строительного рынка. А сегодня съемочная группа нашего телеканала посетила два крупных жилых комплекса столицы Верхневолжья. И вместе со специалистами оценила их по самым разным критериям. Жилой квартал Новый Город известен многим жителям Твери. На протяжении последних нескольких лет на улице Сергея Есенина в Заволжском районе города одна за одной вырастают новенькие 10-18 этажки. Застройщик позиционирует себя как надежную компанию, которая, цитата с официального сайта, создает новый формат жизни для тех, кто любит природу, заботится о своем здоровье, но привык к городскому комфорту. Впрочем, к тому комфорту, который обещает застройщик, есть определенные вопросы. Например, по мнению эксперта в области недвижимости Владимира Сырового, жилой квартал Новый Город имеет ряд существенных недостатков. При всей современности проекта есть, я бы так сказал, наверное, еще пережитки советских времен в рамках высоты потолков. Это реально невысокое. То, что мы там, в принципе, полный аналог того, что у нас там в хрущевках всеми нами любимыми, да, как бы осталось. Хотелось бы больше для современного жилого комплекса. Действительно, визуально и у нас сложилось впечатление, что проекты квартир, предлагаемых новым городом, не предполагают потолков выше двух с половиной метров. Между тем, современные стандарты в большинстве европейских стран помещения с потолками ниже двух семидесяти не считают жилыми. Здесь также стоит отметить, что площади некоторых квартир ничтожно малы. К примеру, отдельные предложения — это квартиры всего лишь в 12-15 квадратов. Возможно, для желающих обзавестись своим жильем на первом этапе этого будет достаточно. Но и в этом случае сумму придется отдать немалую. Есть у специалистов и другие претензии. Центральное отопление, если простыми словами, да, все-таки сейчас большинство жилых комплексов уже стараются, да, возводить это либо индивидуальное отопление, либо котельное на ЖК. Может быть, большинство наших граждан к этому и привыкли, и для них ничего страшного в этом нет. Но в таком случае, возможно, переплата, теплые батареи весной и холодные осенью. Впрочем, решить эти проблемы могут местные власти, как и вопрос с отсутствием должного уровня социальной инфраструктуры. Но в любом случае такого рода проблемы плюсов застройщику точно не добавляют. Об этом говорят и местные жители. К примеру, на ближайшие несколько километров нет ни одной школы. Школу, конечно, надо побыстрее построить. А сейчас как справляетесь без школы? Так ходят вот в эту... Ну, далеко, в общем, да? Ну да, пять остановок надо ехать. Пять остановок надо ехать. Впрочем, тяжело добраться из нового города не только до школ. Жилой комплекс, в принципе, достаточно сильно удален от всех ключевых транспортных артерий города, объектов социальной сферы, крупных торговых точек. Утром по традиции пробки, вечером то же самое. Аналогичное можно сказать и о другом известном в Твери ЖК. А именно, лесная мелодия близ Бабачевской рощи. Недвижимость здесь возводит Тверской домостроительный комбинат. И позитивных оценок от экспертов по поводу домов, возведенных этим застройщиком, мы, скажем честно, услышали немного. В первую очередь, претензия к качеству шумоизоляции квартир. В целях экономии строители очень мало уделяют этому внимания. И, ну, конечно, это вносит в дискомфорт проживание. И утром, и днём, и вечером вообще вот так вот. И, конечно, ещё вот в таких застройках хаотичные, соседние строительные площадки, они тоже вносят дискомфорт. Вот, слышите, как-то кто-то что-то забивает. Понятно, что ко всему можно привыкнуть, но если после тяжёлого трудового дня тебе, как говорится, на мозги капают соседи, хорошего в этом мало. Отметим, что Тверской ДСК известен не только и не столько своими новостройками. Во всех районах Твери можно встретить знаменитые старые панельные дома этой компании, которые ещё стоят с советских времён. Что можно сказать о них, эксперты в один голос утверждают, мало хорошего. Первая претензия — невозможность провести перепланировку квартиры. Технология строительства предусматривает большое количество несущих стен, которые нельзя сносить, перестраивая жильё по собственному желанию. Сюда же претензии, которые жильцы высказывают о небольших площадях квартир, низких потолках, ширине дверных проёмов. Конечно, кто-то скажет, что это в какой-то степени компенсируется не очень высокой стоимостью, но стоит трижды подумать, прежде чем покупать такую недвижимость. Ведь с годами стоимость таких квартир будет только падать. Улучшить качество жилья будет, пожалуй, дороже, чем купить новую квартиру, а зачастую вовсе невозможно. Словом, в таких вопросах в семь раз отмерь, один раз отрежь, прежде чем принимать решение. Взвешенное и разумное. И если у вас есть сомнения относительно кого-то из тверских застройщиков, или вы не знаете, как выбрать жилплощадь для себя, может быть, наоборот, хотите продать свою квартиру, но опасаетесь приступать к сделке, смотрите наши программы. Наш медиахолдинг вместе с экспертами поможет вам разобраться во всех нюансах этой непростой и ответственной сферы и даст ответы на самые актуальные вопросы.